Музыка Ну вот как я и говорил, две недели пролетели довольно таки быстро. И мы снова приступаем к работе и снова продолжаем фильтровать грязную воду азербайджанской пропаганды в книге «Карабах. История в контексте конфликта», изданной в 2014 году на русском языке в Санкт-Петербурге. Первые четыре главы мы уже рассмотрели. Сегодня раскроем вкратце пятую главу, веренную азербайджанскому профессору-историку Вагифову Перееву. Кстати, уже почившему в 2010 году. Чтобы не делать долгого вступления, думаю, следует начать с цитаты самого Переева. Впервые Карабах упоминается в письменных источниках 1284 года. В этом году монгольский правитель Султан Ахмед организовал в Карабахе убийство Гонгуртая и его подручных, выступивших против центральной власти. Надо также заметить, что Переев любит потреблять топоним «Карабах» с прилагательным «аранский», то есть «албанский», с намеком на то, что Карабах – территория Арана. Тем не менее, нет ни одной карты в мире, где бы Карабах указывался как «аранская» территория. За исключением, конечно, тех недолгих времен, когда регион был действительно в составе Арана. Я часто демонстрирую независимые карты Армении разных веков, самого Арана, но ничего подобного более не встречал. И заметьте, повторюсь, карты, которые демонстрируются вам и не выпущены, кстати говоря, в Армении, все до единого четко показывают место Карабаха именно в Армении. В Армении и Карабаха в составе Армении или населенного армянами. В то же время отдельно Аран – Албанию к востоку от Карабаха, за Курой. Между двумя народами проходила естественная граница по куринской низменности. Естественно, не считая период, когда Арцах был владением Персии, которая на определенный срок включил часть Арцаха в Аран, как я уже говорил выше. А вот что азербайджанцам известен Карабах из письменных источников только с 2084 года, то это только минус самим азербайджанцам. Получается, спасибо монголам, что они его, этот Карабах, ознакомили с азербайджанцами. Получается так. А жаль. А вот армянам известен Карабах с незапамятных времен, только известен под армянской областью Арцах. Астрабон называл область на греческий манер, Архистены, и письменные источники о Барцахе говорят сами за себя. И задолго до 1284 года. Например, Астрабон, описывая Армению в своей географии, пишет следующее. Провинцией Армении являются Фавена, а также Комисена и Архистена, выставляющие наибольшее число всадников. Как я уже упоминал, Архистена и есть Арцах в греческом варианте. И если почитать эту часть Страбона, то он Архистену описывает именно там, где Арцах современный, и четко пишет о том, что Архистена, Арцах, одна из областей Армении. А чтобы не читать всю географию Страбона, которая была написана, кстати, 2000 лет назад, я подскажу. Описание Армении и Арцаха вы найдете в 11 главе книги. Также Арцах упоминается в работе историка V века Егеше «Слово о войне армянской». В 6 главе автор пишет. «А те, что в бегстве попали в леса Арцаха, отнюдь не оставались там мирно и не молчали, но часто посылали гонцов в страну хонов, шевелили и понуждали их войско, и напоминали им о договоре, который был заключен теми с Армении и скреплен нерушимой клятвой». Можно приводить долго доказательств, что в мире существуют десятки работ разных авторов древнего и средникового мира Востока и Запада, не считая армянских, где Арцах, Армения и армяне – синонимы. И армянам искренне жаль своих восточных соседей, что с Арцахом их впервые письменно ознакомили монголы и только в конце XIII века. Хотя Периев лукавит. Монголы, может, и познакомили азербайджанцев письменно с Карабахом, но с самим письмом азербайджанцы познакомились лишь в XIX веке. Так как грамотного тюркского населения региона было в XIX веке, внимание, 1%, а в начале XX века – 10%. Цифра из книги профессора Прокофьева «Народное образование в СССР», изданной Москве в 1967 году. Издательством «Просвещение». Кстати, в этой же книге и в разделе «Армянская ССР» можете заглянуть в цифры образованных армян и сопоставить с азербайджанскими. Тот же год, но армян было грамотных почти 80%. Вот что писал азербайджанский композитор лезгинского происхождения Узир Гаджибеков в статье «Ордам-бурдан» оттуда-отсюда в 1907 году опубликованный в газете «Прогресс» 19 августа 1909 года. Молодой человек, я поражаюсь, в одной и той же школе из-под руки одного и того же учителя русские и армяне становятся, как вы справедливо заметили, настоящими людьми, в то время как наши мусульмане, закончившие вместе с ними эту же школу, остаются при своих старых привычках и неучения. Неужели это связано с тем, что наша кровь порченная? В чем дело? Узир Гаджибеков. «Не кровь у нас не порченная, не мясо». Молодой человек, «А в чем же тогда дело?» Узир Гаджибеков. «Послушай, друг мой, армянский и русский ребенок до семи лет не ходит в школу, остается и воспитывается у себя дома. Мусульманский же ребенок и до семи, и до восьми, и до девяти лет не ходит в школу и остается дома. Теперь давай посмотрим, что они делают дома. Армянского и русского ребенка дома воспитывает грамотная и образованная мама, вовремя укладывает спать, вовремя отпускает гулять на свежем воздухе, занимает свободное время ребенка игрушками, полезными как для духа и нравственности, так и для физического здоровья. Уши этого ребенка не слышат ни одного плохого и вредного слова. Что же он слышит? Музыку прекрасную для души и здоровья. Рассказы, поэмы и легенды, написанные специально для детей известными педагогами, правильные и наставительные речи своих родителей. Разговоры культурных и образованных гостей их домов. Что они видят? На стенах их домов вывешены картины, ублажающий взор, изображения цветов, на столах красиво иллюстрированные журналы и книги. С четырех сторон их окружают чистота и порядок. Очень часто их матери ведут их смотреть в синематограф. Разъясняют им суть и значение показанных кадров и фотографий. А наши дети? Не приведи Аллах. Все, что они слышат, это грязная ругань и нецензурщина, интриги и нечестивые слова. Увиденные же ими, это плохие дела их взрослых, окружает их повсеместно грязь и нечистоты. Места, где они играют в пыли и в земле, а игрушками им служат. Душить кошек, бить собак, обливать мышек нефтью и сжигать. Таким образом, прежде чем наши дети переступают порог школы, их дом уже разрушен. То есть прямо с корня они лишены воспитания, и поэтому в результате получаем печальный итог. Вот в чем наше несчастье в умме, так ни кровь наша, ни кости наши, ни порченные. 1909 год, 19 августа, Узиир Гаджибеков. Источник мезинформатив.инфо Как вы поняли, под мусульманами разумевались азербайджанцы. Так они сами себя называли в начале 20 века. Или зактатары, которые в начале 20 века именовались эти самые мусульмане уже русскими. Так что, как видите, только лишь с началом установления советской власти зактатары стали поголовно обучаться грамоте. Кроме беков и высших сословий, советская власть заставила учиться и крестьян, и рабочих, и лиц женского пола. Так что, переевс лукавил. Может, монголы и ознакомили в своих письменах зактатар с Карабахом, но прочитать творения монгол зактатары научились только в двадцатом веке. Поголовно, естественно, и на нашу голову. Следующая цитата Периева гласит. Еще в третьем веке на территории Арцаха наряду с албанскими племенами компактно проживали барсилы, савиры, гунны, хазары и другие тюркские племена. Как отмечал академик Зия Буниатов, до поколения Азербайджана монголами, его население, в том числе и население Аррана, Карабаха в скобках, формировалось как тюркоязычный этнос. Что ж, раз так сказал Буниатов, то это аксиома. Ссылаться больше не на кого, только между бывали и проживали существенная разница. И не в третьем веке. И не все перечисленные племена гунны, например, только в четвертом веке перебрались из Центральной Азии в Восточную Европу. И их ареал был расположен именно в Восточной Европе, а не в Закавказье. Независимые карты ареала гуннов тому свидетели. В том же четвертом веке гунны лишь проходят через Кавказ и Закавказье, в Сирию и на Ближний Восток, но не обосновываются в Закавказье. Об этом пишет, ссылаясь на Птолемея и авторитетный сирийский источник Захария Митиленского в своем труде «История», кстати, упоминая Армению. А Хазары подавно вступили в Закавказье лишь в восьмом веке. И опять же основной ареал их был восточноевропейским до предела Северного Кавказа. Любому тюркологу известно, что Хазары не имеют никакого отношения к становлению азербайджанской нации, предки которых огузских, а не копчакских хазарских племен. Их потомками нынче могут являться лишь горские евреи, хотя лично я не поддерживаю эту теорию, а также караемые крымчаки в Крыму, вот это вот ближе к истине, кумыки балкарцы на Кавказе, что более тоже вероятно. Что касается Савиров, то ареал Савиров, как нам демонстрирует карта, был расположен далеко за пределами Закавказья, в пределах современного Ставропольского края России. Это карта 650-го года, что опять же не 3-й век и не Арцах, и к азербайджанцам отношения не имеют. Кстати, упомянутые тюркские племена Периевом приходится аккуратно годы карты, которая сейчас перед вами. Это 4-й век. На Нижней Волге и Ставропольских степях мы видим тех же Хазар, Савиров и прочих. Но в числе ареала народов этих мы видим Армению с Арцахом на том же месте, в то же время, в тот же час, как говорится. До становления рядом с ней, с Арменией, государства Азербайджан еще целых шестнадцать веков впереди. Шестнадцать веков. Вы только представьте. А на семнадцатом веку нам, армянам, придется юному созданию рассказывать и объяснять, кто в доме хозяин и кем были наши соседи шестнадцать веков назад. О времена, о нравы. Продолжение следует...